Не знаю как вам, но мне, например, уже даже смешно читать российские пропагандистские новости. Очередные президентские выборы состоялись на постсоветском пространстве, на этот раз в Молдове. Очередной путинский дружок проигрывает кандидату от оппозиции и опять понеслось. Ну, естественно, в отношении победившей Санду на этот раз, ах, она там что-то украла, будучи министром. Ах, она пользовалась поддержкой сомнительных политиков, которые, великая и могучая, между прочим, объявленный в федеральный розыск. Ах, она на службе у Запада состоит, ну и так далее, во-первых. А что кандидат в президенты бывшей союзной республики на Лубянке должен служить? Во-вторых, что важнее, не находите все это уже какой-то шизофрении, показывает. Братские страны с завидным постоянством от нас отворачиваются. Молдаване ведь далеко не первые. Одни всего-навсего эстафетную палочку перехватили. Люди в ближнем зарубежье давно не за конкретных политиков голосуют вроде той же Санду. Люди голосуют по принципу лишь бы подальше от нас, от процветающей путинской России. По-моему, это какая-то закономерность, нет? Однако, кремлевские пропагандисты неутомимы. Это потому, что братьев оболванили. Это потому, что происки врагов. Слушайте, давайте на приземленном уровне. Если от мужика одна баба ушла, вторая, третья, четвертая, пятая, в общем, женщины от него бегут как черт от Ладана. И все меньше желающих остается строить с ним новые отношения. Может, этому мужику просто пришло время задуматься. Может, с ним что-то не так? 15 республик в СССР было. Еще 14 государств входили в состав Восточного блока или соцлагеря. Десятилетиями мы жили дружно, а сегодня у России какая-то из тех стран в друзьях осталась. Хотя бы сочувствующие имеются. А почему? Начинаем! Ладно, в свое болоце перемещаемся. Певец и музыкант Валерий Меладзе призвал российских артистов бойкотировать новогодние огоньки на ТВ. Свой призыв Меладзе объяснил просто. Нам с вами, написал человек в соцсетях, почти год не дают работать из-за коронавируса. Отменены концерты и спектакли. Запрещены праздничные гуляния, корпоративы. Введены ограничения на функционирование ресторанов и ночных клубов. Иными словами, заблокировано. Целая отрасль, в которой задействованы десятки тысяч людей. Люди лишены возможности заработать. Поэтому, ну давайте по принципу. Нет денег и нет мультиков, подытожил певец. Цитата. По мнению чиновников, концерты являются всего лишь развлечением, а не мероприятиями первой необходимости. Но без этих развлечений нет нового года, нет позитива, нет ощущения праздника. Особенно, если гражданам ничего другого не остается, кроме просмотра телевизора. Думаю, было бы правильным поступить в данном случае так же, как поступают с нами. И вот вы знаете, не могу не согласиться с артистом. Правильно, пусть фигу по ящику все выходные стране транслируют, выкручиваются как хотят. Этих артистов действительно по сути кинули, посему. Наверное, данный месседж можно расценивать как своего рода крик души. Однако, если немного задуматься, волей-неволей ловишь себя на мысли. А ведь Димар Шмеладзе не такой уж и душевный, поясню. Когда, значит, у этих людей все хорошо было, их не особенно заботило происходящее у подножья Олимпа. Более того, ради места под солнцем они готовы были любую пакость в отношении соотечественников поддержать, будь то пенсионная реформа, или внесение антинародных поправок в Конституцию, или бесчестная агитация на бесчестных выборах. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая. А вот когда самих жареный петух в одно место клюнул, ой, да что же это такое происходит, граждане, товарищи? А нас же ноги вытирают, на обочину жизни выбросили, мы теперь безработные. Правда? 10 миллионов безработных в стране сегодня не знали? 25 миллионов россиян находятся за чертой бедности. Еще столько же на грани. Где вы были до сегодняшнего дня? Почему вас все это не парило раньше? Сейчас будет больше примеров и подробностей. Это реальная журналистика. Поехали! Вот, кстати, и конкретный пример подвезли. Пожалуйста. На днях не стало народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Народного артиста Советского Союза. Подчеркиваю, дальше поймете, почему именно на этом моменте. Акцентирую ваше внимание, но для начала посмотрите один видеоролик, в котором Армен Борисович принял участие несколько лет назад, в 2012 году. Внимание! Это очень серьезный вопрос выбора. Уже не говоря, выбора руководителя государства. Для меня очень важно, чтобы был тот человек, который поймет, придет и поможет. Вот и все. Я голосую за Путина. Вот, казалось бы, все свои самые яркие роли Джигарханян сыграл, будучи гражданином другой страны, не сегодняшней России. Карп Горбатый из Места Встречи. Джон Сильвер из Острова Сокровищ. Менделькрик. Из Бендюшника и Короля. Бригадир Папашин из раз на раз не приходится. После развала Союза таких ролей у артиста не было. Кстати, и награды все свои, в том числе государственные, Джигарханян также получил тогда. В СССР вот и пропагандисты кремлевские нынче все больше тот период в своих похоронках поминали, чтобы не быть голословным. Судья Крикс из «Здравствуйте, я ваша тетя» и «Молодой физик» из «Здравствуйте, это я». Штабс-капитан Овечкин из «Неуловимых мстителей». Тристан из «Собаки на осенье» и, конечно, Горбатый. Ну вот и как, согласитесь, человек, который получил все там, он просто не может прославлять этот период, не давший ему ничего. Оказывается, может. Вот чуть выше показал вам запись 2012 года, Джигарханян тогда стал доверенным лицом Владимира Путина и записывал для своих поклонников подобные обращения. Но знаете, что самое мерзкое? Все это происходило на фоне болотных протестов, когда стало очевидным, у нас собираются отобрать нашу страну. Сотни тысяч молодых людей впервые в новейшей истории вышли на улицы, чтобы отстоять свое будущее. Тогда же, кстати, режим тоже впервые показал, что не собирается считаться со своим народом, тем более церемониться. И вот это сидение, как провокация. Ну вот этот пол, что они там делали, сделал четвертую матку. Это все, что не было никаких же... Ну, артисты почему-то на это внимания не обращали. Кстати, Джигарханян даже в «Единую Россию» чуть позже вступил. И ведь не он один такой. Другой пример, пожалуйста. Помните потомственного иллюзиониста, любимца всех советских, а затем и российских детей, амаяка Акопяна? Многие из нас выросли на его фокусах. На его передачах, так вот, на днях артист пожаловался, что у него очень маленькая пенсия, 19 тысяч рублей. Как хочешь, так и живи, такими заголовками пестрили газеты. Нет, я лично с теплотой воспринимаю человека из моего детства. Но почему и здесь, так как в случае с Меладзе прозрение пришло лишь после того, как беда коснулась лично. А до этого, гражданин Акопян, не в курсе был, какие пенсии людям платят в нашей стране или вот еще один. Жить на подарки с барабана, конечно, не приходится, но все же Леонид Якубович пожаловался на размер своей пенсии. По словам телеведущего, она составляет 23 тысячи рублей, и он не понимает, куда делись те деньги, которые в виде ежемесячных отчислений зарплаты отправлялись в пенсионный фонд. Ну да, при этом шоумен, как и многие его коллеги, член партии «Единая Россия» с 2004 года. То есть политикой-то человек как бы интересовался все-таки, а не только в творчестве растворялся. Ну ух ты, тоже все эти годы не догадывался, что его партия по сути грабит народ. И серьезно, я бы мог еще долго продолжать, таких примеров сотни, думаю, не стоит. К чему на самом деле я сегодня именно такую тематику поднял, А просто хотел наглядно продемонстрировать некоторым людям, не только артистам, а тем же бюджетникам, тем же военным, тем же полицейским и так далее. То есть всем, кто сейчас думает, будто их тылы прикрыты. Да нет, не прикрыты. Режимы вы нужны до тех пор, пока в вас существует надобность, когда отпадет. Смахнут как пыль в Гуляй, Вася, будьте уверены. Невзирая на заслуги, на популярность, что грудь в орденах. Ну и второй момент, это важнее, за все в жизни приходится платить, за все. Быть приспособленцем не перспективно, у приспособленцев нет будущего, их никто не любит, потому что даже те, перед кем они присмыкаются. Ну если аналогию провести, туалетная бумага могла бы стать хорошей аналогией, будь она хоть какая четырехслойная. Будь хоть какая мягкая, но после использования бумага всегда летит в мусорное ведро. И это единственный вариант. Вы подумайте об этом приспособленцы. А это была реальная журналистика сегодня вот так. Спасибо кафе Фаина Раневская за то, что приютили. На наш второй канал подписываться не забывайте. Нам очень важно его сейчас раскрутить. Ютуб беспределит по черному, ссылка внизу. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте, с темы предлагайте, поднимем, обсудим. А я за сим спешу откланяться. Пока. Пока.